А знаешь ли ты, Сергей, какими достижениями отметились ивановские спортсмены в 2022 году? Ну, я, увы, не спортивный болельщик, но вот я погуглил и увидел, что у нас, во-первых, конькобежка Елена Сахряхова, хоть и не добилась медали, но выступила на Олимпиаде в Пекине. Вот Мария Коровина, победитель первенства России под Хаквандо. Лия Патлай привезла в Иваново золото первенства страны по боксу. Александра Гуляева в 15-й раз выиграла золото на чемпионате России по лёгкой атлетике. Ну, и мужики тоже не подвели. Вот Дмитрий Зенкин стал чемпионом России по прыжкам на батуте. Золотые медали привезла команда по панкратиону. Ну, и всё-таки 2022 год – это главное событие, это год чемпионата мира по футболу у нас в студии Илья Лапшин. Он как раз и знает, какая движуха была у нас-то, у нас-то в нашем текстильщике. Валя и Сергей, ну, действительно, движуха была в текстильщике, а остаётся. Но всё-таки, если мы подводим итог календарного года, то надо рассказать, что в течение последних 12 месяцев были самые разные настроения от минорного, когда мы вылетели из первого дивизиона. Но потом очень быстро собрали новую команду, и, соответственно, появились новые надежды. Я, кстати, хотел… Футбольный мяч – отличный такой реквизит для подводки к этому сюжету. Хотел вообще всё сделать красиво. С вами разговаривать, чеканить мячик. Неделю тренировался и дома, и на работе. Чуть весь свой кабинет не разбил, и здесь уж решил не рисковать. И вот превращается в такого, ну, настоящего диванного критика. Ну, как многие из нас. Всё равно решаю сказать свою точку зрения. И самое удивительное для меня было то, что резкий взлёт посещения матча «Текстильщика» вот как раз середина лета произошёл. Хотя я хочу напомнить, что всё-таки хоть мы и играем в профессиональной лиге, но это второй дивизион – самый низкий ранг всего российского футбола. Но люди приходят, значит, им не очень важен сам статус турнира, его уровень, там, уровень мастерства футболистов. Им нужна такая развлекуха настоящая. У нас команда достаточно сильная, но большинство соперников вообще слабые. И поэтому получается действительно вот такое развлечение, такая настоящая движуха, как во дворовом футболе. Старшие пацаны играют с младшими, соседи выходят, им всё нравится, все хлопают в ладоши. Но и сам клуб, и команда, конечно, они, конечно, мечтают о большем, всё-таки вернуться в первый дивизион. А вот с этим, к сожалению, вдруг возникли неожиданные проблемы. Всё, больше ничего не буду рассказывать. Смотрим сюжет. Сергей Борисович, лови мяч. Что ни говорите, а год всё равно получился особенным. Даже если забыть про российскую повестку. Тот же футбол, чемпионат мира. И зимой, внефутбольном Катаре, на территории, размером с какой-нибудь Ивановский рабочий посёлок. И чемпион неочевидный. Всё благодаря единственному гению. Но третий кубок мира для Аргентины превратил её в великую команду. Хотя стойте, Аргентина великая? Это наш текстильщик великий. Вот с таким приятным лозунгом для рядового болельщика Ивановский клуб открыл в середине лета очередную страницу своей истории. До этого Рубикона буквально настоящая чехарда с тренерскими штабами. Сначала некрасиво расстались с Сергеем Павловым. Такое происходит. Мы по договорённости с клубом решили сделать так. Поэтому всем большое спасибо. Могу только пожелать удачи. Затем на пост главного назначили Андрея Аксёнова. Весь тренерский опыт которого – это работа с молодёжным составом столичных армейцев. Тогда-то и подумалось, что клуб сливают, превращают его в басу ЦСКА. Чтобы хоть как-то заработать и остаться в футбольной национальной лиге. Я вообще просто не понимаю, с чего эта тема начиналась. Почему мы не говорим, что команда Сочи, тоже рейдерский захват совершил «Зенит» команду Сочи. Там тоже очень много игроков играют из системы «Зенит». То же самое. Но почему мы об этом не говорим? Почему мы сразу вспомнили тогда, когда мы заговорили о том, что здесь игроки ЦСКА хорошо. Игроки ЦСКА есть во многих клубах. Но не сложилось ни с Аксёновым, ни с московским проектом, ни с участием в престижном футбольном турнире. Спасать текстильщик командировали Ивановца Александра Гущина. Позже – то ли тренера, то ли менеджера Султана Тазабаева. Что мы все в данный момент находимся все в одной лодке. И сбоку на этой лодке написано «Текстильщик». И мы все должны плыть в этой лодке и вместе все грести. Если кто-то не хочет, ну, по крайней мере, вы не в обратную сторону против Чечни идите. Идите вместе с командой, да. Лодка окончательно утонула в середине мая. Султан вернулся в Чечню. Мы – во второй дивизион. Летом в Иванове совсем новая команда, как футбольная, так и управленческая. Финансами клуб питали областной и городской бюджеты, а главное – местные предприятия под надзором статусного чиновника. А так мы работаем в команде. У нас есть определенные задачи, определенные цели. Что касаемо финансирования, могу лишь только сказать, что основные средства – это средства спонсоров. Это дорожное и строительное. Главный бонус – это Игорь Колыванов, любимец знатоков футбола среднего возраста и даже как тренер чемпиона Европы с юношеской сборной России. Новый главный с нами уже полгода и точно задержится еще. У него нерешенная задача – вернуться туда, где были год и два назад. Что получится – не факт. Наше лидерство после первого этапа – это услада для девочек-болерещиц. На самом деле мы вторые с большим отставанием и уже явно не фавориты. Весной у нас другие соперники, но прежняя надежда. В послеюбилейный год уже самим слух и не стесняясь произнести. Наш текстиль великий, ведь мы опять в первом дивизионе. Мало нам было пандемии и спецопераций, так в этом году на нас еще обрушилась и африканская чума свиней. Да уж, хоть она для человека и не опасна, но все-таки без поголовья свиней, без поросят мог остаться весь регион. И ветеринары предупреждали нас об этой угрозе. Ну, теперь можно актуально сказать, от войны и от чумы не зарекайся. Попросим Татьяну Прокопенко рассказать нам, как развивались события. Десятки очагов болезни, карантины в целых поселениях. Обо всем по порядку. Чума пришла в регион практически вместе с летом. В конце мая был обнаружен первый очаг заражения в Ильинском районе. Ветеринары выявили заразу упавшего кабана в личном подсобном хозяйстве Ивашевского сельского поселения. Был объявлен карантин в 20 деревнях и селах. В чумном населенном пункте пришлось уничтожить все поголовье. Все содержащиеся там поголовье умертлено, но либо полосами, либо умертлены бескровным методом. Уничтоженные хозяйственные постройки также сожжены. Проведена первичная дезинфекция и дезинфекция после уничтожения и разбора всех построек. В других деревнях, что вошли в зону карантина, был запрещен вывоз свиней. Продажа их мяса, продуктов переработки, заготовка кормов. Впрочем, африканская чума свиней давно перестала быть для Ивановской области чем-то из ряда вон. Вспышки регистрируются ежегодно и не по одному случаю. Вот этим летом болезнь поползла по районам. В июле еще один очаг выявили в том же Ильинском, а следующим на очереди стал Ивановский. Трупы с геном вируса АЧС нашли в двух домах деревни Иневиш, а также в крестьянско-фермерском хозяйстве в Балахонок. Вакцины и лекарств от болезни нет, летальность стопроцентная. Ветеринары стали опасаться, что чума дойдет до крупных промышленных свинокомплексов, где выращивают 80 тысяч свиней. Возникновение вспышки африканской чумы свиней на промышленных свинокомплексах просто приведет к катастрофе. Промышленного свиноводства, как такового, возможно, не будет. И, кроме как, это приведет к уничтожению полного свинопоголовья на территории области, это приведет к ограничению перемещения свиноводческой продукции, сырого мяса. Будет наложен запрет на реализацию, и, соответственно, это тоже повлечет определенную проблему в регионе. Самые страшные опасения, к счастью, не стали реальностью. Однако за год таких очагов было обнаружено более десятка. Проблема еще и в том, что владельцы иногда скрывают болезни и падеж свиней и закапывают туши, не ставя в известность спецслужбы. Удивительная история случилась в связи с этим в Кохме. На территории частного землевладения устроили захоронение чумных свиней. Хозяйка участка узнала об этом последнее от жителей. Оказалось, что на улице Шеевых, на личном подворе, умерла свинья. Владельцы захоронили ее на заросшем участке, чужом. Впоследствии, когда от болезни пали еще несколько животных, ветслужба, чтобы не распространять заразу, не стала менять место захоронения. Очень неудачно примерно в это же время на улице Кохма вышел побродить чей-то мохнатый питомец. Фотографии прогулок здорового поросенка появились в соцсетях. Очевидцы сообщили, что это Васька. У него есть любящий хозяин, который его холит, лелеет и ведет с ним беседы. Но на Ваську тут же объявила охоту служба ветеринарии. Ведь Кохма в зоне заражения. Дальнейшая судьба поросенка неизвестна. А вот чумной карантин в Ивановской области был окончательно снят только 15 декабря. Надо сказать, что 2022 год как-то не был богат на какие-то громкие коррупционные скандалы. Бывали и пожестче времена. Ну, если не считать заражения руководителей Департамента здравоохранения, о котором мы уже здесь упоминали, то силовики в год Тигра переключились на адвокатов. Все-таки были обыски и следственные действия и в органах власти. Правда, до сегодняшнего дня ничем громким эти обыски не закончились. Обо всем этом, включая и арест подозреваемого в убийстве криминального авторитета, вспоминает Татьяна Прокопенко. А так и напомню, что возбуждение уголовных дел – это еще не приговор суда и не означает, что человек виновен. В 2022 году, например, бывший глава Фурмовского района Дмитрий Ключерев, которого арестовали, держали в СИЗО, он был полностью и окончательно реабилитирован, получил все компенсации и восстановлен в партии власти. Когда вы будете смотреть наш следующий сюжет, имейте в виду, что только судебное решение, вступившее в силу, может говорить о виновности того или иного героя видео. С поимки убийцы и начну. Само это громкое преступление случилось в октябре 2016-го. Предприниматель Евгений Халошу был известен своими связями с криминальным миром. Он, по сути, курировал сферу пассажирских перевозок в регионе, а также имел свои интересы в сфере дорожного строительства и ЖКХ. Халоша в тот вечер отмечал юбилей и возвращался домой в компанию друзей на «Аранжеровер». У дома на 4-й Минеевской улице их уже поджидали. Двое человек выстрелили больше 20 раз в сторону машины, после чего сели «Фольксваген» и скрылись. Евгений Халоша и водитель Алексей Савельев от полученных ран скончались. Жена предпринимателя и двое друзей, сидевшие сзади, не пострадали. Только спустя пять лет в июле этого года удалось задержать подозреваемого в преступлении в Москве. Это уроженец Грозного. Он был заключен под стражу. Этим же летом в регионе обсуждалось коррупционное дело. В июне был задержан бывший начальник Департамента развития информационного общества Дмитрий Косарев. Следствие посчитало, что он причастен к исчезновению бюджетных средств, выделенных в рамках федерального проекта «Цифровое государственное управление». Во время реализации одного из госконтрактов более полутора миллионов ушли фирме, не имеющей никакого отношения к IT-технологиям. Косарева обвинили в присвоении или растрате в особо крупном размере. Максимальное наказание по статье – до 10 лет лишения свободы. А в августе следственные действия прошли в администрациях Иваново и Ивановского района. В мэрию областного центра правоохранители пришли в рамках уголовного дела о крупном мошенничестве при благоустройстве детских садов. Главный фигурант – предприниматель, который завысил суммы выполненных работ в документах и таким образом похитил около двух миллионов бюджетных рублей. А в Ивановском районе силовики работали по делу о миллионной взятке. В незаконном получении денег обвинили первого заместителя главы администрации Андрея Клюенкова. За миллион с четвертью он обещал коммерческой фирме помощь в получении муниципальных контрактов. Летом же в Иванове уголовные дела были возбуждены в отношении двух адвокатов – Натальи Петровой и Надежды Потаповой. Сначала речь шла о взятке. Осужденные чиновницы мэрии якобы заплатили своим защитникам, чтобы те договорились с судьей о смягчении приговора на апелляцию. Но потом все же было предъявлено обвинение в мошенничестве. Адвокаты, по мнению следствия, взяли деньги, но не собирались ничего предпринимать. Август – это месяц, когда я предлагаю вспомнить об исторической реставрации. Но не в смысле восстановления прежних порядков, а в смысле восстановления памятников старины. Да, но обновленный железнодорожный вокзал был отремонтирован, реставрирован еще в 2020 году. Ну, ты удивишься, но и в 2022 году есть что предъявить. Не такое масштабное, но важное. Впервые за долгие годы в области были выделены средства на реставрацию музея Ситца. Такого музея в России, да и вообще в мире, больше нет. А капремонты здесь не проводили с момента открытия музея в конце 80-х годов прошлого века. И вот осенью 22-го года завершили первый этап реставрации. Во время работ кровельщики обнаружили считавшийся утраченным стеклянный купол. Может, еще чего найдут. У торгового центра Плаза, кстати, коммунальщики наткнулись на подвалы со старинной кладкой. До революции на месте нынешнего проспекта Ленина была улица Александровская – центр культурной и торговой жизни города. На месте раскопок когда-то стоял небольшой магазинчик – Морозова. Видимо, его подвалы и нашли в 22-м году. Но есть и печальные архитектурные итоги. Так, летом в историческом центре Иваново на улице Варенцовой снесли двухэтажный особняк 19-го века. А перед самым Новым годом в Юрьевецком районе в селе Тихонволя закрыли сельский клуб. Решение депутатов местного совета вызвало негодование у местных жителей. Но здание 56-го года постройки признали аварийным. И вместо капремонта решили, что проще его закрыть. Тем временем в Вичуге отремонтировали дом культуры, а в Юже – народный дом и целый стадион. В 22-м году на объекты культурного наследия потрачено в общей сложности более 300 миллионов рублей. Это средства областного и муниципальных бюджетов. Появились даже частные инвестиции. Раньше такие суммы нашим архитекторам и реставраторам и не снились. Зато теперь планку снижать они не собираются. Естественно, планы у нас огромные. И просим мы очень много. Но надеемся, что хотя бы если не все, то значительная часть наших заявок будет удовлетворена. И нам будет чем похвастаться в следующем году. Будем надеяться, что бывший Октябрьский военкомат, в далекие времена это был, кстати, трактир, на улице Карла Маркса тоже отремонтируют. О нем мы рассказывали в наших программах. И заброшенное здание, пережившее пожар, обретет новую жизнь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова